Воду, поступающую в дома к жителям улицы Островского в дачном поселке Загорянский, проверили руководители и сотрудники Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, администрации и Щелковского водоканала. Обследование проводилось рядом с местом проживания заявителей, оставивших обращение по вопросу качества воды и работы водопроводных сетей. Первое, что зафиксировали члены комиссии, это цвет воды. Качество воды внешне не вызывает никаких сомнений. Никакой цветности, запаха нет. В контрасте со снегом это было действительно видно. Потому что если бы было железо, то снег был бы желтым. Брызги, попадавшие на снег, были прозрачными. Уровень напора воды в точке отбора был зафиксирован манометром. Стрелка остановилась на параметре в 28 метров. Это более чем достаточно для того, чтобы обеспечить нормальную работу водоразборных приборов индивидуального дома одноэтажного. Так что давление тоже соответствует требованиям, определенным снипом. В ходе контрольного выезда также были сделаны отборы проб воды как из гидрантов, так и в одном из домов на улице Островского для дальнейшего анализа в лабораторных условиях. По всем проверяемым позициям были составлены акты, которые подписали члены комиссии. В ходе бесед с населением давались разъяснения по выполнению в муниципалитете программы «Чистая вода». На данный момент администрация совместно с водоканалом и министерством ЖКХ решает вопросы по источникам водоснабжения. Это капитальный ремонт водозаборных узлов на территории городского округа Щелково. После этого мы будем переходить к программе, к линейным объектам водоснабжения. Это замена центральных сначала сетей, а потом внутриквартальных. Как отметил Аркадий Собенников, программа замены линейных сетей водоснабжения на территории всего округа – это дорогостоящая и достаточно длительная программа. Она займет по времени не менее пяти лет.